Что нужно для сильных крепких мышц, красивого тела без избытка жира и прекрасного сна? Ответ простой. Микроэлемент магний. Магний не так популярен у популяризаторов науки, как железо. Хотя железо в 10 раз меньше, чем магния в организме. А вот магния в организме целая столовая ложка. И не случайно нутрициологи называют его макроэлементом. Как же работает магний в организме и чем он занимается? У магния три функции, связанные с мышечной деятельностью, с нервной деятельностью и с углеводным обменом. Больше всего магний находится в какао-бабах. Именно поэтому магний содержится преимущественно в таких продуктах, как, например, шоколад. Или горячий шоколад, где его тоже достаточно много. Ну, или можно взять какао, как вариант, в общем-то, близкий к горячему шоколаду. Но стоит ли увлекаться этими напитками? Ведь в горячем шоколаде примерно около 300 калорий. Ну, может, чуть меньше. А такая калорийность и такое количество сахаров содержится, ну, к примеру, в рожке мороженого. В большом рожке мороженого. Ну, или же в целой порции геркулесовой каши. Поэтому, конечно, эти продукты не являются оптимальными для восполнения запасов магния. А суточная норма его составляет 350 миллиграмм. Что, в общем-то, немало. Итак, что делает магний в организме? Во-первых, конечно, это работа магния, связанная с нервной системой. Хорошим сном, а точнее хорошим засыпанием мы обязаны именно магнию. Магний встает на нейроны, на их мембраны в качестве такой пробки, которая блокирует связь нейрона с внешним миром. То есть блокируется сенсорика, блокируется восприятие. И именно благодаря этому становится возможен процесс засыпания. Особенно активно магниевые пробки, именно так говорят специалисты в области нейрофизиологии, магниевые пробки встают на такой орган головного мозга, как гиппокамп, отвечающий за память. Вторая функция магния связана с мышечной деятельностью. Недостаток магния в организме можно обнаружить по таким двум классическим проявлениям, как тахикардия, аритмия, ну и, конечно же, судороги в мышцах. Почти всегда судороги в мышцах, особенно икроножных и других мышцах ног, связаны с недостатком магния. Ну и третья функция магния связана с его особенностью участвовать в углеводном обмене. Именно магний связывается с теми гормонами, которые отвечают за переработку сахаров. В том числе он связывается и с инсулином. Таким образом, наш вес и отсутствие избытка жира, отсутствие целлюлитов тоже в какой-то степени связаны с магнием. Итак, мы узнали о том, чем занимается магний в организме. Узнали о тех источниках, где магния содержится наиболее много. Ну и пришли, наверное, к выводу о том, что всё-таки лучше использовать не горячий шоколад для восполнения недостатков магния, а профессиональные продукты спортивного питания, где нет ни добавок в виде сахаров, ни лишних калорий. Ну вот, например, такой магний, который продаётся в магазинах спортивного питания и двух его капсул вполне достаточно для восполнения суточной нормы в этом микроэлементе.